Друзья, всем привет! Сегодня решила испечь к чаю кокосовое печенье. Готовится оно без муки и с небольшим количеством сахара. Поэтому есть его можно, сколько захочется, и не бояться за фигуру. Присоединяйтесь, приготовим печенье вместе. Яйца поместить в миску, высыпать сюда ванилин. И щепотку соли. Взбить все при помощи миксера. Итак, как можно видеть, смесь побелела. Также на поверхности появилась легкая светлая пенка. И смесь увеличилась в объеме. Начинаем потихоньку вмешивать сахар и продолжаем взбивать. Когда при взбивании на поверхности станет появляться четкий рисунок, смесь готова. На взбивание ушло 3,5-4 минуты. Вбираем миксер и всыпаем в кокосовую стружку. Перемешать лопаткой. Тесто готово. Тесто постояло минуты 3. Впитало в себя всю жидкость и стало таким вот густым. Я поставила духовку на разогрев. Нам нужна температура 170 градусов. Затем застелила противень. Либо можно пюрками по бумаге застелить, либо силиконовым ковриком. И формируем печенье. Делаем ровные кружочки. Между заготовками нужно оставлять место, потому что печенье во время выпечки немножко увеличится в объеме. У нас получилось ровно 12 печенек. Сейчас ставим их в духовку на 7-8 минут. Потом прикрываем смятой бумагой и ставим еще на 7-8 минут. Печенье запекалось 15 минут. 10 из них просто так. И потом на 5 минут я накрывала его бумагой. Но вы смотрите по своей духовке. Возможно, вам понадобится больше времени или меньше. Даем немножко печенькам остыть. И снимаем их при помощи штрокой лопатки. Снимаются они легко. Ставим чайник и зовем домочаться к столу. Печенье готово. И получилось оно очень вкусным. Как вы могли видеть, готовилось оно считанные минуты. Такую выпечку у нас готовы есть хоть каждый день. Попробуйте и вы. Я уверена, что вы также останетесь довольны рецептом кокосового печенья. Друзья, всем спасибо за просмотр. Буду благодарна за лайки, комментарии и подписку. Всем пока!